Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и очередная партия в Красную Смерть. Большинство комментаторов к прошлому видео меня просили сыграть за антигероев. Их способность плюс 10 к силе в трех клетках от границы безопасной зоны. Кстати, интересно, действуют ли эти плюс 10 к боевой мощи в пределах трех клеток от границы безопасной зоны. То есть будем играть именно от границы, будем тучить всегда рядом с нею, чтобы иметь это преимущество. И интересно, кстати, понятно, что внутри оно действует, а вот снаружи, то есть в красной зоне тоже эти плюс 10 действуют. Но надо будет посмотреть в любом случае. Да, тоже интересная фракция. Если вы не видели мои предыдущие партии, есть уже плейлист по Красной Смерти на канале. Я сыграл уже за фанатов, за выживальщиков и за сектантов. Все партии получились разные, по-моему, интересные. Вот сейчас время сыграть за антигероев. Тут проблема в том, что в начале этой зоны никакой нету. То есть в начале партии мне надо себя, как бы, ниже травы, тише воды ниже травы. И вот проблема, что я сейчас так вот пойду, а тут где-нибудь внезапно сектанты с радиусом обзора в плюс 3. Я очень расстроюсь. Нет, давайте я лучше не буду поселенцем. Тут сверху как-то горы. Опасненько. Блин, тут какие-то сплошные леса. Как-то все не очень, честно говоря. Где руины какие? Опасно так поселенцам ходить. Но у поселенца больше радиус обзора, как я и говорил. На одну клетку больше, чем у обычных юнитов. По холмам стараюсь передвигаться. Тяжелая местность для продвижения. Сектанты. Видите, все разные. Пираты. Сумасшедшие ученые. Скитальцы. Вот я бы должен опасаться сектантов и скитальцев. Сектантов просто дальше видят и могут увидеть моего незащищенного мирного жителя. А скитальцев, потому что они сразу всеми юнитами могут по лесам и холмам бегать, как по непересеченной местности. Поэтому, конечно, это все опасно. Ну, а пиратам надо как-то по воде плавать. Ну, вот это, кстати, такой непонятный для меня пока фракция. О, нашлись руинки. Давайте, наверное, я туда пойду. То есть, там где-то есть лагерь варваров. Там можно вертолет заполучить. Пока никого не видно, слава богу. Ну и руинок всего лишь одна нашлась. Через 7 ходов мы увидим, где зона. В прошлой игре я как-то был между игроками. Всегда вот появлялся рядом. Может, сейчас я просто на отшипе появился. Такая везука. Но при этом как-то и руинок немного. К сожалению. Я тут дальше боюсь, честно говоря, идти. О! Так, это кто? Это скитальцы. Вот это жопство. Честно говоря. Он, правда, по идее, не должен был моего поселенца. Ведь да и тут речка еще. И кто-то отключился. Аморальный ученый отключился. Так, ну мне надо пытаться посткликать на руинку. Есть. Ой. Прямо под его выстрелы вышел. Тут надо уходить. Почему-то... Моего пехотинца предпочитает обстреливать. О, я тут, конечно, так опасно хожу по силам. Ну, я тут вроде вижу территорию, поэтому и хожу. У него одна прокачка. Это у них сразу есть прокачка на перемещение по этой пересеченной местности. Так что... Ну, давай. Угу. Так, обоих юнитов у меня прокачка появилась. По идее, должен успеть этого прокачать. Просто где-то варвары должны быть, поэтому я пытаюсь туда пройти. Ну, вот это мне не нравится. Мне кажется, у него должно быть больше юнитов. Вот эти перестрелки мои с ним... Не очень прикольно. Ну, вроде я быстро... Юнитов ближнего боя. Так, он куда-то свалил. О, просто... О, ты, блин. Так. Мне могут убить этого посела. Не следующим ходом, через один, но... Если зафасткликает... А что-то не очень удачно тут с руинами вообще... Все сложилось. А где-то вот здесь сейчас юнит. Он следующим ходом сможет сюда пройти. Ну, тут я думаю, что я пофасткликаю и успею спрятать. Юнит. Да. Не очень. Вот это классная способность. Мне понравилось играть за выживальщиков. Что они по лесу, как посоху, бегают. Ну, совсем как по обычной местности. То есть, мне тут просто везет, что я перекликиваю его. Давайте так походим. Я просто пытаюсь хоть что-то еще тут найти. У меня нет смысла по этой расследованной территории идти. Тут он отошел. Ну, мне, видимо, придется разделяться. Так, сумасшедших ученых победили. О! Так, надо бы попытаться забрать этот лагерь варваров. О! И руинки еще. Так, даже пока все неплохо. Разделимся в две стороны, потом где-нибудь там соберемся. Нет! Вот это плохо. Придется уходить, значит. Каска еще одна. Ну, я сделаю корпус тут. Нету смысла их две держать. Да, вот это подстало. Хотел вертолетик заполучить. Вертолетики только, вот, вертолеты и танки только в лагерях варваров. А всякие там ПТ-команды, пехотинцы, вот в руинах. По-моему, еще ракетные установки тоже в руинах. Ну, мне пока не нравится, как у меня тут идет игра. Пока не очень. Это, конечно, одинокий поселенец. Если я нарвусь на кого-то еще. То будет печально. Вот мне бы сейчас проверить, имею ли я сейчас уже плюс здесь. Ведь я в трех клетках, и мне проверить не на ком. Эту юнитетка, хотя бы навести даже мышку, чтобы посмотреть. Еще пехотинец. А, ну вот сейчас можно проверить. Ни фига, нету. Нету плюс 10. То есть, видимо, только внутри безопасной зоны это работает. О. Так, ну пока начинают находиться руинки. Какие-то юниты будут появляться. Плюс 10 к боевой мощи в пределах трех клеток от границы безопасной зоны. Уже ли именно в безопасной зоне это только работает? Мне кажется, это немножко недоработка. Должна с двух сторон работать. Сейчас я вот зайду внутрь следующим ходом. Итак, смотри. Значит, здесь... Вообще... Подождите. Базовая мощь... Не, вообще-то работает. Просто в описании не прибавляется. Смотрите, базовая мощь 75, а показывает 85. И тут. Базовая мощь 70, а показывает 80. Просто в описании почему-то не пишется это. Что немножко тупо. и мхо. Чувак, ты за мной бежишь? Ну, давай мы тебя встретим. По идее этого юнита я должен убить. Он просто походил в тот момент, когда я его обстрелял этой. Поэтому у него так не очень удачно получилось. Так, ну, значит, мы от зоны далеко не будем уходить. Значит, мы будем тусить постепенно и будем постепенно вот... Сходиться. Так, надо этот лагерь зачистить. Так, выживанец уже одного юнита потерял... Скиталец, скиталец. Выживанец... Выживанца нет уже. Скиталец потерял один юнит. Я для того, чтобы повышение получить. Обстрелял. Вот здесь 70, а так я получаю 80. Блин. Плыть придется. Ну, мне надо лагерь забирать. Мне нужны юниты. О! Прикол. И куда он пойдет? Хорошо, он этот прокачан на... То, что нету штрафа. Если он куда-то сюда встанет, я смогу его захватить. Какой-то ушел. А вот он. Хе-хе-хе. Да е-мое. Будем стоять в защите. Так, ну мне, конечно... Ух ты, там... Ну, мне важно этого чувака захватить. По-моему, у него единственный поселенец. Что для него это будет проигрыш. Его просто выдавила красная зона на меня. Представляете? Он за мной погнался. Все, да. Этот готов. Отлично. Что случилось, когда ты теряешь гражданского? Спросил он и сразу увидел, что случается при этом. Так. Вот нас осталось трое. О! Нет, давайте я прокачаю. Я и так заберу. Этот лагерь, я думаю. Так, через два хода. Сейчас мы тут урон получим, но не страшно. Видите, минус 10 в начале. Короче, чувака просто на меня выдавило и все. Отлично. Еще и... Лагерь. Еееее. Вертолетик. Вертолетик. Вот что мне тут нравится в этой игре, это вертолеты, конечно. А, ищут играем от зоны. Единственное, вот эти мне два анклава надо как-то будет объединить. Вот это будет важная операция по объединению двух групп моих юнитов в единое целое. Это будет весело. Причем поселенцы у меня... Ух ты, как тут... Как отсюда зона-то убежала. Так, видимо, переплывать тоже придется. Ай, ладно. Тут с этой стороны как-то больше зона ушла, чем с той, да? Надеюсь, что сектанты с пиратами где-то там друг с дружкой... Ой, мамочки. О, они раненые. Слушайте, может там их кто-то мулит? Скорее всего, так и есть. Кратный бонус за атаку с фланга возьмем. Так, переправляемся. А так, блин, тут тоже надо переправляться. Мне кажется, тут кто-то его мулит. Надо пытаться следующим ходом захватить этот лагерь. Нет, никого тут не было. Сразу вертолет повышения заработал. Ох, жалко, ПТ-команда стоит в защите. Я вертолетом не буду атаковать. ПТ-команда против вертолета бонусы имеет. Это будет больно. Блин, зона надвигается для вот этих ребят. Странные глюки вот с этими поселенцами, да, бывают? Тут я прокачаю вертолетное сопровождение и одного посила вертолету дам. О, тут уже собраны руины. Сейчас с этой стороны кто-то тоже идет. А мы за ним. Так, там варвары. Блин, как бы мне в зону быстрее. Так, видимо. Но мне кажется, этот не выживет, юнит. Мы постоим, полечимся. Нам надо от зоны играть, мы стоим в зоне. И тут собраны руины. Вот тут кто-то прошел. Кто-то жадный. Который собрал все руины. Жалко, что сектанты еще в игре. Вот меня больше всего напрягают сектанты. Они видят все вокруг. Давайте даже, наверное... А, я уже попадал. Передадим этого поселенца этому чуваку. Он более сильный. Так, трехплеер. Ух ты, руинки нашли. Это здорово. Ой, там гуманитарочка приехала. Это здорово. Классненько. Зепска. Да, этот умрет. Ладно. Но нам зато вон РСЗО приехало. Жаль. Хороший был... Воин. Так, тут стоим, лечимся. Стоим, лечимся. Добиваем варвара. Летаем и следуем. Пулеметчик. Очень хорошо. Объединяем в корпус. Ну, нормальненько. Как далеко мы друг от друга? Далековато, конечно. Далековато. И меня беспокоишь, что мы тут по пути... По пути, по пути, по пути... По пути кого-то идем. Хотя вот эти... На ней, я думаю, что по пути кого-то. Паскать, что там... Тут же не может... Не могут же быть руины находиться просто не исследованные на карте. Вот мне интересно. Сейчас в следующем ходу мы узнаем, куда зона соберется. Я понимаю, что мне пофигу, мне все равно от нее играть. Так что... Мне абсолютно все равно, куда она уходит. Ага, тут я вообще в зоне. Море начинается. Этим надо к морю идти. Давайте здесь мы вниз будем спускаться. РСЗОшка прокачку имеет. Ну, будем как-то вот... Как-то вот нам надо как-то встретиться. Ну, вот с этой стороны, судя по всему, никого не было. То есть, я надеюсь, что тут... Тусят где-нибудь сверху. Раз вот тут собрано, то может, ну, куда-то вверх пошел. Где-то тут тусят сектанты вместе с пиратами. Я уничтожил... С китайцев. Вот интересно, кто уничтожил тех двоих. Надеюсь, каждый по одному уничтожил. И у всех одинаково по два поселенца. Хочется надеяться. А как тут тусят варвары, то... Тут может быть где-то лагерь варваров еще. Которые я бы с удовольствием забрал. Ага, руинки. Так, ну, нам надо спускаться на воду здесь. Может, атаковать после перемещения возьму. А вот куда? Так, мы на одной параллели? Нет, идти ниже. Значит, вниз будем спускаться. Сюда. Надеюсь, тут немного воды. Так, ну, одна атака на вертолеты он уровень получает. Здесь до четвертого уровня далековато. Ну, здесь что-нибудь сейчас получим? Надеюсь, пехоту либо пулемет. Значит, в руинах городов вы можете получить пулеметную роту, пехоту или ПТ-команду. А в варварских лагерях вертолет... О, варварский лагерь, отлично. Это мне нравится. Да, это очень хорошо. Так, здесь вода. Ну, поплыли смотреть. Что там внизу? Надеюсь, мы... Уже как бы недалеко друг от друга-то мы находимся. Уже можно надеяться на встречу, действительно. Два отряда антигероев разошлись. Но они встретятся, встретятся. Смотрите, кстати, тут сохранившиеся обломки дамб, я так понимаю, плотин. Это все отравлено великой гнилью. Какие-то покрышки. Засрали планету, в общем. Полностью засранная планета. Отлично. Давайте вертолет. Термоядерное устройство. Тоже неплохо. Очень даже неплохо. Так, давайте. По холмам. Сюда вставай проще, что я сейчас отхожу от зоны, но... Она же когда-нибудь схлопнется на меня. Блин, а тут ничего нету. Ай-яй-яй. Может быть, куча моря и все в итоге. Надеюсь, мы тут найдем какой-нибудь островок. Тут реально может не быть вообще никакой суши. Просто будет вода вот. Вот это все пространство и все. Так, добили. Лечимся, стоим. Лечимся, стоим. Лечимся, стоим. Ну, давай. Вообще нифига нету. Может, ниже тогда сплавать, посмотреть. Блин. Может, зайти. Два хода, в общем-то. Давайте зайдем. То есть, я получу тут урон на 20, но я потом спрыгну обратно. Зато еще один юнит будет. Ну, я этот сам вертолет приведу, объединим с этим. Интересно, а какую прокачку дают объединенному? Просто у меня тут разные прокачки. Тут двуаккуратный бонус фланга, а тут перемещается со скоростью сопровождения. У меня аж важнее, кто-то перемещался со скоростью сопровождения. Так, два хода еще до уменьшения зоны. Блин, или не высаживаться? Извините, я высажусь. 20 получу. Обратно 8. О! Нам тут гуманитарочка приехала. Это далеко. Не знаю, давайте тут пока встанем. Да. Как я и говорил, видите, вообще сплошно... Ладно, знаете что, я не буду высаживаться. Лишком большой урон я получу. Так я хоть проплыву... То есть, это 20 урона, это... Считайте, как три хода на море. Давайте я здесь поплыву. Да, слушайте, ну если тут центр зоны будет, то... Как бы мы проблемы имеем. Нам негде... Я сушу не нашел. Сейчас я вот специально ввести вверх пошел, чтобы тут... Кстати, может тут какая-то суша будет. Просто зона пока собирается... Вообще интересно, вы играли у вас в лавку, что зона собиралась в море где-то. Это же тогда вообще офигительный бонус пиратам. Которые на 50% меньше урона от воды получают. А нет, пока тут она. Артиллерийский юнит. Так, ну пока все не так плохо. Можно просто вот... Прямо ставить так. Вот и берег. Будем высаживаться. Интересно, а где же мои соперники тогда? Просто как-то никого не видно. Ну нам надо рядом с зонами. Я просто повел туда вертолет, чтобы... С этим вертолетом объединиться. Где два моих еще соперника, интересно. Я могу предположить, что они где-то тут вот месяца друг с другом. Ходы долгие. То есть они тратят весь таймер на походить. Если бы не было битв, я не... О, а вот черный эвакуируется. Вот пираты вон там. Значит не месяца. Но пират меньше будет получать урона от воды. Так, я ядерку сохранил. А я ядерку сохранил. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. А я сошла с ума. Ну что я вперед лезу? Ну вот серьезно, у меня бонус от нахождения на границе зоны. Нафига я туда прусь? Так, все, значит тут у нас черный. Я думаю, что сектанты тоже где-то вот здесь тусят. Ну блин, у них бонус этот плюс три к осмотру. Это вот классная штука. Вон, я только что видел сектант. Вот сейчас мочил. Сектант вот здесь находится. Все, понятно. Так, значит мы тут стоим, лечимся. Мы постепенно подходим. Видите, я нахожусь в двух клетках от зоны. Я думаю, что это хорошее расположение. Ну что, добьем? Я думаю, что меня сектант и так видит. Поэтому. Ничего, что. Он понял, что мы, где мы находимся. И так понимает. Ну, а в чем дело? Вот это круто было. Вот, вот это способность сектантов на плюс три. Вот она сработала в плюс. Тут у меня юнит не ходил нифига. Ах ты ж гад. Так, надо его засветить. У меня тоже есть ядерка. Я очень хочу тебя расстроить. Осталось перемещается со скоростью сопровождения. Это хорошо. Кстати, а вот рядом с этой зоной, интересно, работает моя способность? Ну, это же зона тоже. Как ты ж гад. Так, я тебя хочу увидеть. Это что, все твои юниты? Ну, пират вот здесь плывет. В общем, пират понятно где. А вот где юниты еще? А, кстати, я могу посмотреть. Не, нифига не работает. Только с границей. Значит, только вот с голубой границей. Значит, красная не считается зоной. Так, надо отступать тогда отсюда. Ну, это объединили их? Нет. Пират умер в море, блин, от зоны. Слишком долго ждал. Так, этих объединяем. хочу он стрелять не может а я к боевой мощи поставил блин этот боюсь не не доплывет мне бы все юниты увидеть сектанта а а вот они ага ну сейчас меня тут убьют но это интересно ух ты сколько у него вертолетов вы видите то вообще легально так чуть танчик приехал ну я вот думаю кидать мне ядерку или потерпеть я могу конечно сюда кинуть в его юниты но он атаковал ими и он будет урон получать 25 кидаю или нет или пока не все соберутся блин зато я тут знаю что он тут находится ладно он в меня кинул знаю правильно неправильно блин надо было сюда кидать чтобы больше территории заразить наземной наземной ну блин что это за подстава такая почему ему прилетела ну честно вообще так 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 двукратный за атаку с фланга возьмем а и мне прилетела я взять не могу блин придется вот сюда идти а он меня увидит наверное а среди исчезла зона отлично мочим этого убежим сюда сушки все неплохо пока так объединяем и этого мирного жителя будем спасать следующим ходом куда так и плюс 10 рядом с зоной это крутая штука у него еще один где-то мирный житель ух эти что я бы этого мирного жителя на самом деле может быть в зону отправил чтобы он сдох вон он где блин она он тут останется он не может сюда улететь он зря это сделал он тут останется вот в чем дело танков и вертолет отберем конечно же житель в любом случае умрет следующим ходом а блин он смог убрать его жаль а сейчас бы ядерка мне не помешало хе-хе-хе танк сдох ну давай поиграем у него осталось по моему армия пехотинцев и и корпус вертолетов или просто вертолет я не помню разница значит его бонус в том что он видит меня а мой бонус в том что я имею плюс 10 даже так ты хоть интересный ход с его сторон а нет еще корпус так сдохни тварь так ну тварь я конечно отношусь героем они к игроку который за них играет сами понимаете так сюда апаемся блин то что же все юниты приходят и приходят откуда-то ужас какой-то но я здесь вот это последнее так нам надо захватывать этого парня мы стоим лечимся ну вот это должно последнее уже остаться по моему да ты так да ты задолбал соку те юнитов то что ну по идее ну должен же это быть уже последний у него вот этот посел не может же он посела из рук забрать ну ну с победа вылетаем с этой планеты ну у сектанта я вам хочу сказать столько юнитов у него было даже интересно что тут так количество сражений ну явно мы тут сектантом впереди давайте вот так сделаю да видите вы даже шли так постепенно потери на юнитов а вот и вот тут я его убивал видите все-таки плюс 10 около зоны круче я просто не он слишком на меня лез он наверное не учел что у меня плюс 10 ему просто не надо было видеть меня и потихоньку отступать он меня видит контролирует мои юниты отступает все в зону спокойно находится в зоне я же не могу этого сделать я его юниты не вижу может был меня подловить геймить где там не защитил поселенца а он полезно меня нападать а тут плюс 10 плюс 10 в циве это 6 циве это очень круто ну в общем такая партия пишите в комментариях как вам нравится за какую фракцию следующую сыграть и конечно играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока